В столице, в пространстве галереи Пигмалеон, открыла свои двери первая персональная выставка молодого казахстанского художника Саяна Байгалиева. Автор неоднократно представлял Казахстан на международной арт-сцене в коллективных выставках. Экспозиция получила название «Комната тишины». Тишина становится фоном для многих сюжетов Саяна, исключая шум внешнего мира и приглашая к созерцанию простых вещей, которые обычно ускользают из поля нашего внимания. Что касается именно стилистики композиции Саяна в его комнатах, которые он показывает, это очень интересно, потому что многие, кто заходит в галерею, они думают, что это очень зрелый художник. Но как раз таки его оптические искажения, которые он показывает, молодежь сразу узнает и говорит, что это же фишай, это панорамная съемка. Основой моей живописи всегда была повседневная жизнь, родные места и люди, говорит Саян Байгалиев в своем аудиомонологе, записанном специально для этой выставки. Прослушать его можно, отсканировав специальный QR-код. Автор экспериментирует с объемными формами, выходя за границы двухмерного пространства, холста и воплощая работы, которые находятся на границе между скульптурой, инсталляцией и живописью. В экспозиции представлена еще не видеоработа, а именно видеодокументация, где можно посмотреть, как Саян создает в нескольких техниках своей работы. Там есть яблоко, которое помещается и создается от гипсовой формы, а также есть яблоко, которое создается исключительно из масла. Можно посмотреть в нашей видеодокументации. Всего на выставке представлено 12 экспонатов. Она доступна к посещению для всех желающих до 16 июля текущего года. Парижская филармония приглашает зрителей открыть для себя мир Жана Мишеля Баския. До 30 июля там открыта выставка саундтреки Баскии. Она посвящена роли музыки в жизни американского художника. Мастер умер в 1988 году в возрасте всего 27 лет. Прежде чем стать всемирно известным художником, Баския прославился как неофициальный лидер группы Грей. На живопись Баскии повлияли такие стили, как хип-хоп и джаз. В разные годы они внесли глубокие изменения в композицию его картин. Выставка объединила около 100 работ, а также музыкальные инструменты и редкие аудиовизуальные документы. Театр Астана-Опера организовал проект «Детей в мире музыки». Это благотворительная акция для школьников в дни летних каникул. Юным любителям искусства провели познавательную театральную экскурсию. Мы приехали сегодня в Астана-Опера с детьми класса фортепиано. Детям очень интересно посмотреть все за кулисами, что творится за кулисами этого театра. Это и бутафорский цех, это и обувной, это и репетиционные залы, репетиционные залы балета, танца, оркестровые, хоровые и так далее. Школьников познакомили с процессом создания спектаклей, показали цеха, где создаются декорации костюмы. Для детей подготовили концерт с участием солистов, оперы и артистов оркестра. В программу концерта вошли популярные вокальные и инструментальные произведения. Ребятам рассказали о типах оперных голосов и разновидностях музыкальных инструментов. Они сами творческие дети. И побывать в таком месте, это, наверное, больше заряд их на становление дальше в виде цель. После такого мероприятия, как сегодняшняя экскурсия, мне кажется, они захотят еще больше отдавать себя музыке, творчеству, чтобы достичь, наверное, такого же уровня, возможности такой же. Знакомство с театральным миром прошло в интерактивной форме. «Астана-Опера» приглашает маленьких зрителей открыть для себя прекрасный мир музыки вместе с артистами театра. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 15 июня в театре имени Жантурина пройдет комедия «Продайте мужа». 15 июня в зале Павлодарской областной филармонии имени Исы Байзакова состоится концерт эстрадно-духового оркестра Акмолинской областной филармонии. 15 июня Талдыкурганский драматический театр имени Римовой отметится спектаклем «Ревизор». Редактор субтитров А.Семкин